Субтитры делал DimaTorzok Бейсбол – спортивная визитная карточка США. Определенно, самый популярный вид спорта в стране. Однако для многих людей, живущих вне Америки, довольно сложно начать смотреть бейсбол, ссылаясь на то, что правила этой игры необычайно сложны, да и вообще, что за интерес наблюдать, как битый колотит по мяч. Этой серии видео 36-я студия попробует привить у вас интерес к этому замечательному виду спорта и сделать его максимально доступным и понятным для восприятия. Слой 1. Основы. В первую очередь бейсбол необычен тем, что игра не ограничена временем. Нет четко прописанных рамок как для всей игры, так и для ее отрезков, которые носят название «Ининг». Один матч состоит из 9 инингов минимум, так как ничьих бейсбол не признает, и по продолжительности это в среднем от 2,5 до 3,5 часов. История знает прецеденты, когда менеджеры играющих команд договаривались прервать слишком затянувшийся матч по обоюдному согласию. Но эти случаи скорее редчайшие исключения из правил. Так что матч может продолжаться и много дольше стандартных 9 инингов, пока не будет выявлен победитель. Самой длинной игрой в истории бейсбола стал матч команд американских клубов «Родчестер Рэд Винкс» и «Патакет Рэд Сокс», сыгранная в 1981 году. Игра началась в субботу в 8 часов утра и была закончена лишь на утро воскресного дня. Матч зашел в безвыходное положение. Табло показывало 2-2, и ни одна из команд не могла обыграть друг друга в течение суток. Игра была прекращена по решительному предложению президента бейсбольной лиги. Из 2000 болельщиков, пришедших на стадион, в конце матча осталось всего 19 человек. Каждый из этих оставшихся получил сезонный абонемент администрации команды «Патакет». Матч продолжили через два с лишним месяца. И на этот раз при 5000 болельщиков после 18 минут игры команда «Патакет Рэд Сокс» добилась победы. Из матчей современности стоит выделить игру 2013 года между командами «Майами Марлинс» и «Нью-Йорк Мэтс». Победу 2-1 в 20 инингов, которые одержали бейсболисты «Майами» спустя 6 часов и 25 минут после ее начала. Самая короткая игра датирована 1919 годом и длилась менее часа. Каждый ининг разбит на две части, так называемые «Верх» — первая половина, и «Низ» — вторая половина. В каждой из этих половин на поле находится команда защиты, состоящая из 9 человек, а от команды нападения на биту выходит по одному спортсмену. Вверху каждого ининга в нападении всегда играет гостевая команда. Хозяева же, как правило, в нападении игру завершают, поэтому в каждом ининге у команды-хозяйки будет последняя возможность изменить счет. Ининг заканчивается тогда, когда каждая защищающаяся команда выведет из игры трех игроков нападения. О вариантах противостояния игроков защиты и нападения расскажем в дальнейших выпусках. Поле для игры в бейсбол необычной формы и состоит из инфилда — внутреннего поля, квадрата, по периметру которого расположены четыре базы, и аутфилда — внешнего поля. Границы внешнего поля ограничены стеной или забором с дальней стороны и линией фал территории по обоим краям поля. Между травяными покрытиями инфилда и аутфилда имеется гравийное разделение. Базы называются по номерам от первой до третьей. Четвертая же база носит название «Дом», и в отличие от других баз, она пятиконечная и находится на уровне поля. Каждая база находится на расстоянии 27,4 метров от соседней. В центре инфилда находится Пичерская горка. Она приподнята над полем на 45 см. Расстояние от дома до Пичерской горки — 18 метров. Расстояние от дома до линии ограждения варьируется в пределах примерно от 120 до 125 метров. Цель игры обыденная — заработать больше очков, чем команда противника. Очко начисляется за прохождение игроком нападения всех четырех баз по очереди, на которые он должен наступить или коснуться, пробежав через них против часовой стрелки и забежав в «Дом». Так называемый «ран». «Ран» — единственный вариант изменения счета в бейсболе, независимо от количества отбитых или пойманных мячей. «Дом» — это не обычный вариант. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok